Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре серия фидерных худилищ от компании FLAGMAN называется MASCOT По многочисленным просьбам я решил ее снять Потому что, как я обещаю, пишите в комментариях, что нужно Я вам сделаю этот обзор и сниму то, что вам нужно И расскажу о том, что вам нужно Ну вот, в общем-то, одна из не первых ласточек Сегодня у нас в видео, в нашем обзоре Именно и фидера MASCOT Значит, серия насчитывает 6 худилищ Сразу скажу, что посадочный диаметр вершинок Для фидеров до 360 по длине включительно 2,2 мм А выше уже 3,0 мм Сюда есть все вершинки и запчасти у нас в магазине В наличии для фидеров MASCOT Поэтому, кто у нас приобретает У вас два варианта Вы можете взять, дождать, пока начнет действовать акция И мы отдадим вам бесплатно Любые две запчасти в год На любые фидера, которые вы у нас покупаете Или махи, или баллонки Либо второй вариант Если вам нужны срочные акции На данный момент еще не действуют Вы можете на хороших условиях Купить эту запчасть, не дожидаясь акции Поэтому, здесь вот вам решать Многие, у нас большинство ждут акции Они, в принципе, часты Одна сменяют другую Поэтому, многие не так долго, скажем так В ожидании на, конкретно вот на MASCOT И на те же браунинги и так далее На фидера Волжанки получают Значит, сюда подходят вершинки от того же Zemox Сюда подходят вершинки от Волжанки Ну, скажем так Если вдруг кому приспичило где-то в другом городе Он не хочет платить за пересыл и тому подобное За одну-две вершинки хочет купить Поэтому вы можете их заказать Но, опять же, повторюсь У нас в магазине все оригинальные вершинки Все запчасти к серии MASCOT Все есть в наличии Поэтому заказывайте Никаких проблем с этим На данный момент нет И, я надеюсь, не будет Ну, как я сказал, приступим к фидерам Наверное, в описании все могут прочитать и узнать О том, что там какие-то хитрые технологии плетения карбона Перпендикулярно, параллельно Что у вас не будет расщеплений и всего подобное Понятно, что такие вещи часто Это все-таки маркетинговые ходы И, как бы, не всегда нужно этому вот так верить То есть, можно описать простейшую технологию Которая применяется, в общем-то, уже давным-давно И чуть ли не у всех Очень хитрыми, умными, заувалированными словами И будет это выглядеть красиво Но, на самом деле, это технологии старые и простые Да, здесь, скажем так Такой вот мой тезис, да, такая моя справочка Она относится частично Потому что, действительно, вот в этих фидерах Основная часть бланка Это стандартное, в общем-то, запекание угля Стандартный припред на обмотка надорной Кладутся в печь И получаем такие бланки Но, сверху, на каждый бланк Действительно нанесена дополнительная обмоточка Из припреда Ну, можно сказать так вот В простонародье, если назвать такой армированной обмоткой Которая идет действительно перпендикулярно Ну, не перпендикулярно Там просто само плетение внутри бланка Оно тоже не параллельно Поэтому там идет просто обмотка такая, да На связующих смолах Решеточка такая То здесь вот, в принципе, такая армированная решетка Тонкая, многогранная Она присутствует, то есть, на всем бланке И она чувствуется на ощупь То есть, если его вот так вот провести рукой по бланку Она чувствуется Ну, вы почувствуете, что Будут такие пупырышки, да Он не гладкий, абсолютно Действительно, этот момент, он помогает Для силовых вываживаний того же карпа И так далее Действительно, также этот же момент Он помогает Защищает лишний раз Фидер от расслоения При вот, допустим Когда мы сгибаем фидер, да Или там коряжку или карпа вверх поднимаем Но здесь еще такой момент, что Скажем так Вот такое расслоение карбона, да Ну, припреда, как угодно Оно Возможно в бюджетных фидерах Потому что в дорогом угле Фидера из дорогого угля Допустим, если мы берем фирму Флагман То есть, как Гретхэм или Тригорон Или Инспирэйшн Рефлекшн, да Они у вас сломаются Просто как сухая Там Щепка В бюджетных фидерах Как раз Момент расслоения Он как раз и может быть Когда применен недорогой Бюджетный уголечек И вот как раз в этой ситуации Вот эта внешняя коркорка Она защищает Здесь уголь 30 тонн стоит Это, скажем так Бюджетный вариант угля Но дороже здесь и не надо В общем-то ставить Потому что вся серия Рассчитана на Крупную рыбу На заброс силовой На мощное вываживание И так далее Под это дело Затачивались и кольца Кольца Pacific Bay С такими вот вставками Усиленными Которые не пропилятся Ни плетнёй Ничем Кольца качественные Более того Они даже Имеют вот эта вставка Она не подвержена Ударом То есть даже если Чуть-чуть вы как-то там Стукнули это колечко Оно тоже выстоит Оно Никакая вставка Отсюда не выпадет Максимум что сможет быть Это согнётся колечко Но всё равно От этого пугнутости Сами понимаете Леска пилиться Как правило не будет Можно будет аккуратненько Его там как-то выпрямить Потом Ну или заменить Так что дальше Вам сказать ещё По поводу держака Простейший держатель Но опять же Здесь нужно смотреть По катушке То есть у меня Например Некоторые катушки В размере Шеститысячных Они сюда По лапкам Не влезли И мне пришлось Немножко Напильничком Наждаком Подпиливать лапку Вот Тем не менее Вот отходит Держатель Достаточно Далеко Широко Проблем здесь Никаких нет Вот Вот видите С каким трудом Я здесь всё это Вытащил Значит вот здесь Отличный Вход в бланка В держак То есть никаких Называется И здесь всё хорошо По поводу Эва То же самое То есть рабочая Лошадка Такая Не впитывающая Не сыпящаяся От Солнца Скажем так Вот тот сезон Солнечные Федера Выдержали Этот сезон Половину Тоже уже выдержали А на юге У нас ребят Ловит там С апреля И так далее То есть тоже Выдерживает Никаких вопросов Здесь не возникает Сразу скажу По поводу Веса Федеров То есть заходите На сайт Мультифиш Я вот Чтоб сейчас Время не занимать Не буду Каждые коленцы Там взвешивать Каждые федерочки На весах Но я вам скажу Что веса Которые указаны На Мультифиш Совпадают с реальными То есть Ну можно ими верить Более того Даже на некоторых Федерах Вес указан Чуть завышенный У меня на Мультифиш На самом деле Они там примерно До 10 грамм Могут быть Меньше веса Но не больше То есть я не встречал Вот так Чтобы указано Там 220 грамм А он там 250 или 240 Такого нет То есть как правило Он даже или завышен Или Ну чуть-чуть Плюс-минус Вот в пределах указан Поэтому этому Можно верить Ну давайте Вот как они у меня Лежат по порядку Наверное Транспортную длину Ну транспортную длину Сейчас Я думаю Что вы посмотрите Тоже на Мультифиш То есть там Чтобы сейчас Время Наверное не тратить По поводу Вершиночек И наверное Вот расстояний Рукояти Потому что Руки у всех Разные Предплечье По длине И поэтому Это вот В момент Важный Мне все Просят Это мерить Значит Давайте С вершинок Значит У меня Первым Ближним Ко мне Лежащим 390-130 Маскот Вершинки Здесь Приятные С посадкой 3.0 Три штуки Карбон Все Вот До вас До меня Никто Это все Не раскрывал Но По жесткости Приемлемо Тоже Абсолютно Приемлемо То есть Помните Я критиковал Некоторые Модели Из-за того Что вершинки Слишком жесткие Они не соответствуют Тесту Здесь Тест Написан И вершинки В общем-то Ему соответствуют Коречки По диаметру Не могу Сказать Что большие Они совсем Не большие Но скажем так Это тот Допустимый Минимум Который Вот Может быть И как бы Я вот всегда Говорю о шок-лидере Как я ловлю Да Вот у меня Я на нем Ловил 0.13 Плетня Да И 0.26 Монка Вот узел Пролетал Спокойно То есть Вот исходя Из этого Можете Выбирать Себе Да Так Дальше Расстояние От кольца До Катушка Держателя До его Средней части 65 От нижней части Держателя То есть Сама рукоять Получается 49 И давайте Тогда Диаметр Колечка Измерим А то Уже прям Слышу Как люди Многие Начнут Говорить Что Почему Не измеряем Диаметр Кольца 28 Миллиметров Диаметра Кольца Значит Следующий Фидерочек Это у нас Маска 420 150 Вершинок Три Кстати говоря Во всех Фидерах Три вершинки Кроме Самого Лайтового Трехсотого Там две Значит Здесь у нас Ну тоже Три карбон Расцветка Вот Две красных Желтая Я так понимаю Желтая Самая мягкая Ну в общем Да Вот эти две красных Они нечто похожее Близки По ощущениям Да Ну 3-4 унца Это 2 Две унцы Ну Могли бы Трешечку Чуть-чуть Сделать Помягче Ну Приемлемо Скажем так Это уже Если я Немножко Придираюсь Так Давайте Померяем Кто спросит Длину Вершинки Вот Длина Вершинок 56 Значит От кольца У этого Фидерочка До Центра Катушка Держателя От Нижнего Кольца 80 Рукоять 49 А Вот еще Что мы не Померили Диаметр Бланка Наверное Да Кому Интересно Вот Давайте У предыдущего 390 130 Диаметр Бланка 16 У вот Этого 420 До 150 Диаметр Бланка У нас 18 Ну Сами Понимаете Мощные Палки Вот В общем Кому Это Нужно Мощные С хворостинками Тростинками И Слим Бланками Здесь Здесь Не Пахнет Сами Понимаете Это Совсем Цель Другая В этом Значит Следующая 3.990 Вот Здесь Уже Поменьше Диаметр У нас Получается Он 14 Также Три Вершинки В комплекте Все Карбон Единичка Двушка Трешка И вот Здесь Меряем Еще раз Вершиночки Они У нас В этой Модельке Длиннее Они у нас 66 Миллиметров Аж 66 Сантиметров Диаметр Кольца У предыдущего Был Тоже 28 А здесь Уже Поменьше Так Здесь У нас 22 Миллиметра Соответственно От Колечка До Центра Катушка Держателя 68 Рукоять 48 Ну Диаметр Бланка Мы вроде Померили Так Следующая Вот как раз Вот этот Лайтик 300 До 35 У нас А здесь У нас Вершинки Три Кстати говоря Вот везде Написано Я вот вам Сказал Что в описании Две Вершинки Я когда на тест Его брал У меня было Две Вершинки Вложено Здесь У нас Три Вершинки В комплекте Но вот Вот этот Момент Я упустил Не знаю Почему Но 2.2 Посадка Все Карбон По Аунцовкам Здесь 0.5 Полторашка Так И вторая 0.5 Вот может быть Ошибка Какая-то Просто тут Я даже Честно говоря Не знаю Вот этот Вот момент Почему Три Вершинки В комплекте Но Вот Это Вот Если Будете Заказывать Можете Уточнить Скажете Что Мне С Тремя Вершинками Будет Бонусом Ну Потому Что В каталоге Я К этим К производству Этих Федоров Отношения Не имею Я просто Понимаю Как они Изготовлены И хочу Вам Рассказать Правду Без Маркетинговых Уловок И нюансов Что есть Есть Что есть На самом Деле Что есть Все-таки Там Ходы Какие-то Производители Поэтому Скажем Так Здесь Я не могу Это Объяснить У меня Когда этот Фидор Был на Тесте Я его Бросал Ловил Карпа То У меня Было Две Вершинки Ну Вот Уточним Так Длина Вершинок Так Осталось У нас Два Это у нас 360 до 80 градусов Вершинок Три Все Карбон Единичка Двушка И полторашка Длина 55 Так Диаметр Кстати говоря Колечко Давайте На предыдущем Я забыл Померить Так Диаметр Колечко У нас 13 Вот А вот На этом Который 360 до 80 Диаметр Колечко У нас Так 17 17 Так Теперь Расстояние От кольца До катушка Держателя 63 И Рукоять 45 Диаметр Бланка Не помню У нас Чехарда Суматох Поэтому Извините Что так Немножко Сумбурно Рассказываю Значит Диаметр Бланка 13 Так И Последний 330 До 60 Ну Соответственно Три вершинки В комплекте 0,5 Единичка Полторашка Все у нас Карбон Меряем 54 54 Длина Длина вершинки Так От колечка Ну вот С учетом Захода Я сейчас Померю С учетом Захода Я просто Вижу Да У нас Получается 63 Рукоять 45 45 И Диаметр Бланка Диаметр Бланка 13 Миллиметров Так В общем-то Вроде все Сказал Вот По таким Техническим Моментам Если что Пишите в Телеграм Я отвечаю Там Всегда Еще раз Напоминаю Что При заказе У нас В магазине Действуют Акции На все удилища Фидера Практически Всех фирм Производителей Там есть Исключения Небольшие Но можете У менеджеров Уточнить На которые Вы имеете Право Получить Две запчасти В год Бесплатно Но Две условия Первое условие Это покупка Этого фидера Или маха Или баллонки Матча Спиннинга У нас В магазине Мультифиш Даже если Вы сломали Его по собственной вине Там Дверью машины Зажали Еще что-то Вы Тоже Две запчасти В год В период действия Акции Проведения акции На эту фирму Вы заказываете Мы вам отправляем И отдаем Бесплатно Люди Уже многие Получили Отзывов Уже много Поэтому Скажем так Такие акции Уже не первая И надеюсь Не последняя И второе условие Это обязательная Подписка На социальные сети Форумы Значения Не имеют Никакие Абсолютно То есть Здесь Только социальные сети Эти Телеграм Канал Вконтакте Фейсбук Инстаграм Ютуб Рутюб Вот в общем-то Вот эти соцсети Обязательно Должны быть подписаны На страничке Нашего магазина В социальных сетях Извините Если вам откажут По той причине Что я не пользуюсь Соцсетями Мы скажем Да Извините Тогда мы не сможем Вам бесплатно Отдать запчасти Вот В этом случае Если этих запчастей Много То мы вам сможем Их продать Если их мало Мы их продать Вам не сможем Менеджер откажет В продаже Он скажет Что их мало И поэтому Мы их специально Держим Для купивших У нас Мы просто знаем С какие федера У нас И сколько По объему Покупали И примерно Исходя из этого Мы оставляем Себе наличие Запчастей Для того Чтобы человек Кто у нас купил Он обязательно Имел возможность Это получить Для нас Это принципиально важно Ну для меня Как для руководителя Значит Теперь давайте Раскладываем Их трясем По строю И в общем-то Закругляемся Ну вот Господа Мы разложили Это все Хозяйство наше Значит Первым у нас 300 до 35 грамм Вот такой вот Лайтик Вот такой вот Строй Да Он прогрессивный Он не параболический То есть Это прогрессив Приятный Исключительно Я бы сказал Такой Лайтик Для ловли Карпа Для коммерческих Водоемах С Хорошим Запасом Прочности С Приятными Информативными Вершинками Ну Колечки Тоже вопросов Не вызывает Трехтысячная Даже я думаю Четырехтысячная Катушка Сюда Совершенно Спокойно Встает В руках Где Скажем так Чувствуется У него Мощь Ну и надежность В общем-то Конечно Слим бланки Какой-то там Хворостинки Деликатности Продолжение Руки Вашей Здесь говорить Особо сильно Не приходится Но Это вот Лайтик Да Фидерочек Для тех Кто Протащить Карася Через траву Там В сложных Условиях Половить И так далее То есть Ну скажем так Если мы берем Серии Там те же Гретхам Тригорон Или еще что-то Да Там Рефлекшены Какие-нибудь То конечно Там будут Они намного Легче Они будут Невесомые Лайтики Пикирочки Поэтому Здесь все-таки Маскот Серия Силовая Ну в общем-то Кому-то Это нужно Давайте нагрузим Сейчас посмотрим Строй На фоне Белой двери Нашей Как раз Вот смотрите Я все Прогружаю Ну вот он Прогрессивный Строй Приятный То есть Амортизация Будет Без проблем Можете Об этом Не беспокоиться Заброс Относительно Дальний Тоже будет То есть Вся вот эта Серия Сразу вам скажу Бросает Хорошо Хорошо И далеко Именно за счет Своего строя То есть Бланк погружается Полностью И летит Очень замечательно Да Еще пока Я уже Другой В руки Взял Я еще Скажу По поводу Нагрузки 300 до 35 То есть Что касается Прогружать То есть Смотрите Если Кормушка Сюда Небольшого Объема 42 Грамма Он Ее Бросает Прекрасно И в принципе Не ущерб Дальности Но если Вы Уже С Там Какого-нибудь Там Больше Выше Среднего Объема Либо Потяжелее Кормушка Он Бросит Не Сломается Но Про Дальность Вы Можете Забыть То есть По Большому Счету Вы Можете Даже Прогрузить В Два Раза Больше Но Плавным И Аккуратным Забросом На Ближней Дистанции Вот Этот Лайтик 335 Сработает То же Самое Могу Сказать От 330 До 60 По Большому Счету Вся Серия Она Силовая Вся Серия Допускает Перегруз Но Сразу При этом Перегрузе У вас Будет Страдать Дальность Поэтому Если Вы Хотите Сохранить Дальность То Работайте В рамках Теста Там Плюс Грубо Говоря 20 Ну 30 Процентов От Теста Вот В таком Виде Ну Вот Смотрите Здесь Вот 330 До 60 Приятная Палка Да Приятненько Чувствуется Немножечко Чуть Совсем Такой Вес Уже Большовато Немножко Но Это По Мне Так Да Может Быть Для Вас Не Будет Так Противозахлестные Кольца В От Первого До 300 До 35 Там Не Противозахлестные Противозахлестные Кольца Видите Да Я стараюсь Вот На двери Вам Показывать На камеру Сейчас Вот Такие Колечки Ступенек Нету Ровненькие Катушка Суда Точность Так же 4000 Шикарно Встает И Работает Давайте Нагрузим Ну Вот Смотрите Как Она Будет Бороться Ваша Палочка С Карпом Мощным Поэтому Карп Полтора Три Совершенно Спокойно Силовое Вываживание Отличная Работа Бланка То есть На Карпа Вот Эти Удочки Вот Да Ну Просто Шикарно Берите Не Не Сомневайтесь Чтоб Не Переживать За Свою Удочку А Именно Вот Работать С ней Просто Изумительно 360 До 80 Вот Эта Палка Это Вот Тот Скажем Так Федорочек Который Лично Мне Покажу На Камеру Я Еле Его Трясу Видите Как Просто Но Он Уже Болтает Морду Видите Как Нехорошее Слово Морда Но Вот Смотрите Я Ничего Не Делаю Практически Она Смотрите Как Гуляет То есть У меня Было Два Отстрела Именно На Нем Я Естественно Понял Почему Потому Что Вот Эта Морда Когда Мы Бросаем Она Начинает Колбасить Как Отстрел У меня Именно Из Этого Происходили Поэтому Будьте Осторожны Либо Берите Пожестче Вершинку Сразу Скажу Что Мы Поставили На Все Федора Средние Вершинки Из Комплекта Вот Так Они И Стоят Также Противозахлестные Кольца Видите Противозахлестные Кольца Вот Чуть Посильнее Я Рису Но Здесь Уже Чувствуется Скажем Так Бюджетность Угля Потому Тяжеловато Все таки Я не привык 360 80 Ощущать Вот Так Для меня Вот Если Фотон Про Сравнивать Допустим Или Три Гарон Гретхам То есть У меня В ощущении Что я Держу 420 120 Ну Примерно Вот Такое Ощущение А не 360 80 Ну Давайте Нагружаем Смотрите На бланк Я вам Показываю Во Как Он Работает Ну То есть В плане Гасить Рывки Рыбы В плане Удобства Вываживания Карпа Ну Просто Изумительно Вот Вообще Без вопросов Эта серия Очень Мне нравится Бланк Именно Как Работа Самого Бланка Вот Это Настоящий Прогрессив Вот Вспомните Кто там Пишет Прогрессив Я вот Когда В других Своих Видео Показываю Смотрю Средний Быстрый Стро Явно Хотя Написано У Производителя Прогрессив Вот Вот Если Помните Мои Палка Но Вот У меня В руках Она Как будто 420-180 Это Вот По Тригоронам По Гретховам По Фотонам Про То есть Она Уже Клюет Носом Вперед Баланс Мне У нее Не Нравится Но Опять же Это Мне Не Нравится Потому Что Я В принципе Даже Карпа Ловлю На Ну Условно Более Высокие Серии Федерочков Вот Поэтому Я Никаких Поломок Они Снимал На Фотон Про 390-90 Ничего Там Не Сломалось И На Гретхам В том Году Вываживал Точность Так же Поэтому Смотрите Сами Если Хотите Большой Уверенности То Да Вот Эти Палочки Уже Ваши По Поводу Течения Вот В принципе Держать Течение Оно Будет Тоже В рамках Теста Имейте Ввиду За счет Строя Вот В рамках Теста Течение Держать Будет Если Вы Хотите На Течение И И И Вот Видите Его Уже Не Колбасит Вот Насчет Предыдущего Морда Я Говорил Колбасит Смотрите Вот Я Специально Руку В своем Кисть Показываю Сейчас На Камеру Смотрите Видите Как Она Встает Жестко А я Стрясу Намного Сильнее Видите Чем Тот Предыдущий Да Все Вот Здесь У меня И Был Никогда Захлест И Вопросов Никаких Нет То Есть Вот Это Минус Этого Фидера Только В одном Он Тяжел И Баланс Не Очень Хороший Все Остальное Ну Все Все Хорошо Если Вы Раз Полчаса Забрасываете Фидер Лежит На Стойках Ну Или Раз В 15 Минут Даже Допустим Да То Никаких Проблем Можно Его Двумя Руками Сейчас Имитирую Выволокивание Карпа На Берег В 3 Килограмма Примерно Так Значит Следующая Моделька Предпоследняя 390-130 Ну Вот Это Уже Его Называют В простонародье Друном То Есть Это Мощный Комель Просто Вот Как Череночек Такой Да Но Какой Его Плюс Это Единственная Модель Которая Хорошо Держит Течение Поэтому Если Вы Допустим Ну Усача Она Сама Она Крупная Сазана На Ахтубу Куда-то Вот Такой Фидер Брать Да Где Течка Идет Течение То Вот Его Можно Взять Смело Он Будет Держать Течение Но Тоже В рамках Теста Вот Морду Его Не Колбасит Видите Все Хорошо Все Жестко Да Это Мощная Силовая Палка Которая На Сазана Там 8 Килограмм Без Проблем Абсолютно То есть Мощные Пропускные Кольца Крупного Размера Все Противозахлестные Смотрите Видите Вот Я на Белую Дверь Опять Женошу Чтоб Хорошо Было Видно Показываю Вот Такие Колечки Вот Ну Естественно В руках Он Лежит Тяжеловато Нагружаем Видите Как Он Прогибается Вот Здесь Уже Все Он Уже Монолитом Встает Вот Середина И Ближе К Омле То есть Это Уже Все Работает Уже Верхняя Часть И Вот Этот Строй Прогрессивным Вот Как Таковом Ну В принципе С натяжкой Уже Можно Назвать Ну Относительно Наверное Да Прогрессивный Вот Здесь То же Самое Значит У нас 420 150 В руках Также Течение Он Будет Держать Но До До Кормушки 100 Грамм Вот 100 Грамм Или 120 Максимум Вы Ставите Кормушечку Да Чуть Больше И Начинает Загибать Второе Колено Поэтому Вот Имейте Ввиду Кто На Течении И На Дальняк Как Говорят Берут Его Да Вот 100 Грамм 120 Грамм Кормушка Дальше Начинает Загибать Второе Колено И Вот Его Видно Кстати Говоря Видите Я Точно И Так Как До 80 Вот Трясу Смотрите Видите Уже Совсем Немножко Другая Работа Видите Кольца Точность Так же Конечно Мощные Усиленные Тут Вопросов Нет Фидер В руках Лежит Тяжело Баланс Вперед Ну Давайте Нагружаем Ну И Работа Как Предыдущего Видите По Бланку То Более Мягкий Верх Более Жесткий Практически Непрогибаемый Дрым В конце Ну В общем То Думаю Понятно Ну Вот Господа Разложили Посмотрели Потрясли Строй Я думаю Вы Все Увидели Действительно Силовые Мощные Палочки Приятные В каком То Смысле Да В каком То Не Очень Приятные В плане Баланса Да И вес Но Здесь Двух Зайцев Поймать Невозможно Да Сделать Мощную Палку Которая Не будет Ломаться Практически Никогда И при этом Чтоб Она была Там Невесомая С идеальнейшим Балансом Со Слембланком И так Далее Да Такого Не бывает Поэтому Закон Такой Что Чем удочка Это касается И фидеров И всего остального Чем удочка Из более Дорогого Карбона Угля Закон Поэтому Для нас Оптимально Подобрать Золотую Середину Для Наших Конкретных Ваших Условий Где Вы будете Ловить Если Для вас Главное Это Надежность И для вас Не принципиально Лишний 40-50 Грамм Веса Для вас Это Не критично Совершенно И для вас Просто Нажна Уверенность Да Вот Маскот Тогда Серия Она Для вас Смело Берем В Мультифише Естественно Мы Официальный Магазин Товаров Торгующий Товарами Флагман У нас Есть Сертификат Вы можете Посмотреть Его Ну и Сейчас Два Слова О чехле Такой же Как и Вся Серия Федеров Мощный Чехол Из Плотного Материала Разорвать Его Наверное Невозможно Он Не впитывает Воду Прорезиненный Соответственно Запахи Тоже Не впитывает Отдельно Каждый Кармашек Под Каждое Коленце Под Тубус С вершинками Карман На Завязочках Здесь У нас Тоже Завязки Единственный Наверное Его минус И то Если Придираться Это Цвет Бирюзовый Он Маркий У меня Федера Новые От того Что Они даже В коробках Лежали С завода Приехали К нам У меня Уже Чуть Грязненькие Такие Вещи Две Рыбалки У вас Все Будет То же Самое На этих Бирюзовых Ставках Но Тем не менее По Качеству Я бы Его Даже Не Выбрасывал Я часто Перевожу Федера В тубусах Выбрасываю Чехлы Потому что Бывают Как Носовые Платки Чехлы Они Ни О чем И Просто Лишнее Время Терять Что В них Туда Убирать Который Ни О чем Не Защищает И Ничего Не Делает То Здесь Чехоль Действительно Приятный Плотный Очень И Поэтому Скажем Так Я бы Его Оставлял И Перевозил В нем Потому что Действительно Красиво Выглядит Так Добротно Изящно Сразу Еще раз Должен Вам Упомянуться Потому что Поступает Масса Вопросов По поводу Получения Запасных Частей Сейчас Коротко Буквально Скажу Два Слова Акции Проводились И будут Проводиться Дай Бог На бесплатное Получение Запасных Частей Для наших Покупателей Ко всем Удилищам Купленным В нашем Магазине Мультифиш Подробности На сайте Читайте В программе Лояльности Если В двух Словах Вы Должны Удилища Должно Быть Куплено Только В Мультифиш И Вы Должны Быть Подписчиками На Социальные Сети Телеграм Вконтакте Фейсбук Инстаграм Ютуб Рутюб Форумы Значения Не имеют У нас Каждый День Приходят Люди И говорят Дайте Мне запчасть Мы Уже Практически Ему Отправляем А он Нам Не Присылает Скрины Где Он Подписан На Наши Социальные Сети А присылает Что он На форуме Русфишинг У нас Участвует И так Далее Мы Ему Отказываем В этой Ситуации Поэтому Прошу С пониманием Русфишинг Для получения Скидок Значения Никакого Не имеет Только Наши Странички В социальных Сетях Что я Перечислил Странички Нашего Магазина Всего Вам Доброго И до Новых Встреч Странички 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 Странички